Всем привет! С вами Денис Мейджор, и в этом видео я впервые запускаю NES Classic Mini. Начинаем подключать NES Classic Mini. Здесь у меня HDMI кабель. Я беру HDMI кабель из комплекта. В другую сторону он у меня идёт в LiveGamer Portable, через который я записываю игры. Так, теперь у меня microUSB. Нужно подключить питание. Я использую обычный адаптер питания от iPhone. Он как раз удаёт 5 вольт и 1 ампер. И подключаем питание к самой NES Mini. Всё. Ну что, осталось включить консоль. Первым делом на экране мы видим вот такое меню. Оно, кстати, на весь экран. То есть это прям на весь, прям широкоэкранное. Давайте выберем русский язык ради прикола. И я не слышу никакого звука. Когда я включил NES Classic, я обнаружил странное явление. Если выводить картинку через Avermedia LiveGamer Portable, через которую я всё это записываю, то нет звука. Но если подключить её напрямую к телевизору, либо даже через HDMI свитчер, который у меня тоже есть, звук есть. При этом если я через HDMI свитчер подключу к Avermedia LiveGamer Portable, всё равно звука нет. Это точно не проблема LiveGamer Portable. Я проверил, я включил другую консоль. Без проблем работает. То есть это какая-то несовместимость между NES Classic и Avermedia LiveGamer Portable. Что звук... Картинка записывается, а звука нет. Так что посмотрим буквально чуть-чуть несколько игр без звука. К сожалению, да, отстой. Но, как я уже сказал, играть со звуком можно, всё нормально. Вот в плане записи есть какая-то несовместимость. При этом другие видеоблогеры, но я видел ещё задолго, да, там западные видеоблогеры, они уже обозревали NES Classic. В том числе со звуком был захват игр. И, видимо, у них либо какое-то другое оборудование, либо у них почему-то не было этой проблемы. Я не знаю. Дело в том, что на самой NES Classic нету других каналов вывода звука, кроме как HDMI. То есть разве что придумать, найти какой-нибудь HDMI сплиттер, который бы разделял звук и видео. И, соответственно, видео писать в Avermedia LiveGamer Portable, а звук писать куда-то отдельно. Это, в принципе, вариант, если найти такой девайс. У меня такого девайса нет, к сожалению. Вот. И мой HDMI свитчер этого тоже не умеет. Увы. Но, тем не менее, смотрите, мы все равно можем посмотреть картинку. Ну, это Super Mario Bros. Оригинальная игра, которую мы уже видели. Давайте посмотрим, в принципе, что вообще там есть. Если я нажимаю Reset, что интересно, это не сбрасывает всю систему. Это просто выводит нас вот в это красивое меню, где перечислены игры. Здесь у нас выбор, значит, картинки. Я, на самом деле, за оригинальное разрешение. То есть, вообще, игры для Nintendo, как для оригинальной Nintendo, так и для Super Nintendo, они работали с соотношением сторон экрана 8 к 7. И растягивались на наших обычных телевизорах до 4 к 3. Поэтому здесь есть вариант 4 к 3. Но оригинальное разрешение, где пиксели именно квадратные, не растянутые, это 8 к 7. Так, ну, выборы языка я вам уже показал. Правовые сведения, бла-бла-бла. Это все неинтересно. Руководство, они доступны в интернете, здесь их нет. Сама консоль к интернету не подключается. Вот здесь можно, видите, создавать точки сохранения, ну, заходя в игру. Так, давайте посмотрим, во что нам бы еще поиграть. В зелье мы играть не будем, потому что игра очень большая, ее надо вот реально. Давайте Super Contour запустим. Super C. Странно, что обычный Contour-то, в общем, здесь нет, но хотя бы есть Super Contour. А Ninja Gaiden здесь какой? Первый. Ninja Gaiden первый. Метроид. Так, давайте сначала вот Mega Man 2. Посмотрим просто игры. Mario Bros. оригинальная, которая не Super Mario Bros. Kirby. Kiddy Karus. Ice Clumber. Мой любимый Kiddy Ice Clumber. Gradius это стрелялка. Ghosts and Goblins. Dark Souls в мире платформеров. Action платформеров. Galaga это такой Galaxian. Final Fantasy. Самая оригинальная, самая первая Final Fantasy. Да, она была выпущена для 8-биток. Я помню, был журнал Excite Bike. Я помню, был журнал Великий Дракон, и там описывалась игрушка Fantasy Star для Сеги. И там был сначала такой диалог, что типа, вот почему для Сеги не выпускают Final Fantasy. И вот, что типа, может быть, Сега не потянет Final Fantasy. Come on! 8-битная Денди тянула Final Fantasy. Так, Double Dragon вторая часть. Donkey Kong, Donkey Kong, Mlad, Shies. Castlevania 2, Simon's Quest. Castlevania 1. То есть, две Castlevania. Мне кажется, первая-вторая часть Castlevania не сильно отличались. Странно, что они их обе впихнули. Bubble Bubble. Balloon Fight тоже одна из моих любимых игр. Ну и две Зельды, которые мы уже видели. Так, ну а теперь давайте запустим Super C. Опять же, буквально чуть-чуть, но потому что я понимаю, что без звука смотреть неинтересно. Смотрите, два игрока. Я сейчас пока один, поэтому я буду играть один. Но, в принципе, можно играть вдвоем. Это хорошо. Но, вообще говоря, Super Contra мне, честно, нравилась даже больше, чем оригинальная Contra. Разве что музыка мне в оригинальной Contra нравилась больше. У меня даже есть ремейк музыкальный на музыку из Contra. В моем видеоблоге он тоже есть. Брутальный такой ремейк. Местами даже эпичный. Ну, в общем, больше мне нравилась музыка. Но по геймплею мне как-то вторая часть нравилась больше. Ну, вторая, можно сказать, Super Contra. Это вторая часть. Она официально не считалась второй частью. И не везде она даже называлась Super Contra, а просто Super C, как в данном случае. Но, тем не менее, все-таки это вторая часть. Ну, просто здесь мне больше нравится баланс геймплея. То есть, в первой части реально, ну, просто в некоторых местах ты постоянно умираешь. А некоторые уровни ты проходишь там, ну, просто как, не знаю, как утренняя пробежка по парку. Так, ну, что, нормально. Вот, что мне на самом деле нравится, это то, что такой чистый 60 фпс. Ну, по крайней мере, понятно, что анимация спрайтов, она далеко не 60 фпс. Просто потому, что спрайтов столько не нарисовали. Представьте, на одну секунду анимации нарисовать 60 спрайтов. То есть, здесь там по три спрайта, в общем, на секунду анимации, а то и меньше. Вот. Но, тем не менее, вот именно как спрайты перемещаются, это все очень круто. Как уровень перемещается. И на самом деле я проводил замеры, сейчас я сброшу, выберу другую игру, пока продолжу рассказывать. Проводил замеры. Старые игры, которые вот у нас, у нас же были все пиратские консоли в России, да, то есть у нас была Dendy, а не NES. И они работают медленнее, медленнее, чем, так, Metroid, Ninja Gaiden, Megaman. Я в Megaman вообще не играю, я просто, я, я просто лох в Megaman, я поэтому запущу iSclumber, потому что я в iSclumber умею играть. И Ghosts and Goblins, но я в него тоже не умею играть. Ну, неважно. Вот, я даже не вижу, где пауза, без звука, отстой. Ну, со звука можно играть на телевизоре. Ну, так вот, игры, которые мы играли вот именно на оригинальных консолях, они работают медленнее, чем должны были. То есть они там работали медленнее. Вот, вот в чем проблема. Они не то, что тормозят. То есть у них, ну, скорее всего, это было связано с тем, что, возможно, возможно, у нас были версии, соответственно, для PAL, но хакнутые они, возможно, были с версии для NTSC, которые используют развертку 60 кадров в секунду, а у нас, соответственно, было 50. То есть, возможно, игры в 60 кадров в секунду затормаживались до 50, либо это так было сделано самой Nintendo. То есть они не парились, можно сказать, не вырезали лишние кадры. Ну, я здесь упаду уже, неважно. Просто другую игру посмотрим. Вот, не парились. И игры делали одинаковые версии, и, соответственно, они в любом случае на 50 кадров в секунду работали медленно. Но я не знаю, с чем это еще может быть связано. Что еще хорошо? Картинка хорошая, на самом деле. Вот да, 8-битная, но хорошая. В принципе, уже многие сравнивали. На Wii U, на Wii U в режиме Virtual Console игры выглядят хуже. Хуже. Они выглядят хуже. И даже звук сравнивали. Звук хуже. Ну, звук я вообще сравнить не могу, потому что у меня, например, звук... А вот здесь, видите, игра и совсем не 60 FPS. Ну, она, на самом деле, была такая... Она была сложная, и поэтому, наверное, ее и не делали 60 FPS изначально. То есть здесь явно 30-ник. А то и... Если мы там на 50 пересчитаем, то это же не 30-ник будет, а 25. Понимаете? Вот в чем проблема. Сейчас этих проблем меньше. Сейчас все игры там, либо... Ну, как правило, на консолях, да, либо 60, либо 30. Потому что сейчас у всех телевизоров цифровые, и уже неважно, какая частота тока у вас в розетке. Раньше-то все это аналоговое телевидение было завязано на частоту тока в розетке, а сейчас нет. Поэтому... Поэтому сейчас у всех либо 60, либо 30. Так, ну я понял. Давайте еще посмотрим просто буквально чуть-чуть. Не буду снимать долгое видео, как обычно. Про... О, Excite Back. Мне очень нравился Excite Back. Серьезно. Классная игрушка. Красная. Вообще офигенная. Вот такая простая. Вот Balloon Fight. Этот самый... Как его? Давайте вторую трассу поставим. Ice Clumber. Вот это все. Все очень круто. Мне такие нравятся. Простые, но в то же время, чтобы было интересно. Сейчас, кстати, вот очень мало таких игр делают, чтобы они были, с одной стороны, простыми, но с другой стороны, чтобы реально интересные. Так, а как я забыл поставить, чтобы я не один здесь ездил? Потому что я один здесь езжу, мне это не нравится. Так, здесь надо еще вовремя. Здесь, в общем, не такая уж она. Она выглядит просто, но здесь не так-то просто. Особенно, когда будут эти конкуренты. А где они, кстати? Где конкуренты-то? Ну, должны быть там вот режим. Здесь игры полные. Полные версии игры. Здесь никаких урезаний. Ну, и никаких дополнений тоже нет. То есть, это не то, что там какие-то HD-версии там писали или что. Нет. Это версии такие игр, какие они были на оригинальной 8-битной Nintendo Entertainment System. Никаких изменений. Ничего нового, ничего другого здесь нет. Вот. Поэтому не стоит ждать, что вы получите какой-то там принципиально другой опыт. Многие спрашивают, а зачем ты это вообще себе взял? Ну, я взял по нескольким причинам. Во-первых, я люблю простоту. Я люблю консоли именно за то, что ты сел, включил кнопочку и играешь. И мне даже нравится, что здесь нет никаких там сменных картриджей или чего. Никакого интернета, ничего. Ничего тебе не мешает. Включил кнопку, нажал кнопку питания. Все. Выбирай игру. Выбирай игру. 30 игр. 30. Круто. Сейчас, понимаете, если взять современные консоли, да сейчас нету 30 игр нормальных для той же PlayStation 4. Нету. И для Wii U нету 30 нормальных игр. Наверное. Не, ну может быть 15 наберется. Ладно, 20. 20 нормальных игр для Wii U с учетом всех новых туда-сюда. А здесь же собраны хиты. То есть реально здесь все игры, они, ну там ни одному так другому человеку обязательно понравятся. То есть здесь собраны действительно игры, которые достойны того, чтобы быть собранными. И все это продается по цене, по сути, одной игры, там для PlayStation 4 или Xbox One. Можете сказать, ну там графон. Ну, игры, во-первых, не про графон. Да слушайте, здесь некоторые игры, да они интереснее того, что там, чем сейчас пичкают в магазинах PlayStation Store и Xbox Live. Или даже в eShop есть много шлака. Сейчас, к сожалению, Nintendo, что ты делаешь, прекрати. Хватит спонсировать кучу этих инди-разработок. Должна быть, конечно, жесткая модерация, что ли. Сейчас на Wii U тоже какой-то шквал инди, который, ну вообще, ну никак, ну ни в ворота ни в какие не лезет просто. Нет, есть нормальные инди, я не спорю, да. Ну, слушайте, ну там столько шлака-то. Ладно, там на PlayStation все уже привыкли, но на Wii U зачем? Так, ну ладно, давайте еще, еще, наверное, давайте посмотрим одну игру. И хватит, давайте ту, которую, про которую, наверное, ну, Костельванье, Зельда, Такмобол. Чего бы такого посмотреть? Это вообще что за игра? Я не знаю, что это за игра, я ее посмотрю. Стартропикс. Я что-то даже, когда перечитал игры, я даже ее не упомянул. Панчаут, кстати, это бокс, это бокс, это я знаю. Пакман, ну, кто знает, Ninja Gaiden, все знают. Metroid, крутая игрушка, Стартропикс. Я не знаю, что это за игра. Я вообще, видимо, впервые в жизни ее сейчас буду запускать. И звука не слышно. Я потом поиграю, я запишу видео, выключу, включу звук нормальный, поиграю в нее со звуком. Потому что 90-й год, разработчик Nintendo, регистриент. Что? Это что? Это что? Я даже не представляю, что это будет за игра. Ладно, я буду MMM, мне просто лень, лень водить. Да, N. Ну, а что, я обязательно, мне обязательно... Подождите, ну... А, вот все, end, все, количество, конец. Конец. Видимо, сейчас музыка какая-то играет. Я не могу, не могу этого слышать. Почему? Почему так все произошло? Однажды, летом, ты приземлился на острове Си, где доктор Джонс, доктор Джонс Лаборатор. Что это? Это что это? Это какая-то ролевушка или... Слушайте, забавно. Забавно смотрится. Сейчас очень много игр, которые выглядят примерно так же. Да. Вот, поэтому давайте посмотрим. Деревушка какая-то. Слушайте, я не знаю, что это за игрушка. Star Tropic. Надо все, надо теперь почитать, что это за игрушка. Слушайте, я бы летсплей снял, если бы звук было слышно. Ну, без звука летсплей 40 минут снимать, ну, это как... Совсем не серьезно. Так, я никогда больше пойти не могу. Ладно, короче, надо обязательно... Вы тоже загуглите, посмотрите. Я не знаю, что это за игрушка. Или кто-то знает, напишите мне. Может, вы в детстве играли в эту игрушку, сейчас увидели. Или там когда-то, либо же недавно поиграли. Такие, да, я помню эту игрушку там. И расскажите мне, о чем она. Вот, так что я, наверное, на этом буду заканчивать. То, что без звука играть скучно. Это была NES Classic Mini. С вами был Денис Мейджор. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать все интересные видео, которые у меня выходят. И ставьте лайки. Мне будет очень приятно. И спасибо, что смотрели. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok